Здесь у нас в нашей профессии, как ни в какой другой, идет соревнование мозгов. Соревнуемся, определяемся, что как. А как вы догадались, что я был в восточных колониях? Это простейшая цепь рассуждений. Это в первую очередь внимательность, которая есть. Это внимательность. Внимательно ознакомиться с тем, что есть, и правильно оценить обстановку. Вот вы заходите в квартиру, которая подверглась какому-либо преступлению, допустим, банальной квартирной краже. Вы сразу можете оценить и сделать определенные выводы, если проявите и включите свою наблюдательность. Чем взломано, как взломано, что похищено. Можно даже составить определенный портрет психологического человека, который пошел на данное преступление. И это возможно. Внимательность и коммуникабельность – главные качества следователя, говорит Михаил Секерин. Без них в следствии не обойтись. Каждое дело запутанное, каждое по-своему интересно. Сейчас на руках следователей более 800 уголовных дел. В архивах сосредоточены уголовные дела, следствие по которым по ряду причин приостановлено. Ряд этих уголовных дел готовится к направлению в суд. Это основной наш показатель. Чем больше мы направляем в суд уголовных дел, тем эффективнее работа подразделения, тем больше потерпевших нашли свою защиту, тем больше лиц, совершивших преступление, установлено, и они в ближайшее будущее понесут наказание. С начала года в суды следователями Нижнего Тагила направлено 345 уголовных дел. По ним проходит более 600 подозреваемых. Одно из последних дел – большое, тяжелое и самое нашумевшее, говорит Елена Нестерова. Угон автомашин несовершеннолетними. Тяжелое в том плане, что по уголовному делу проходили несовершеннолетние ребята, по которым особое производство по расследованию данных уголовных дел. Уголовное дело состояло из 19 эпизодов, привлекалось к уголовной ответственности около 20 несовершеннолетних. Большинство из них были признаны несубъектами, то есть они не достигли возраста, чтобы их привлекали к уголовной ответственности. И в суд нами было направлено 7 несовершеннолетних ребят, которые привлекались некоторые из них впервые к уголовной ответственности, но двое из них уже находились под стражей. Елена Нестерова работает следователем почти 20 лет. За это время, говорит, преступления изменились. В 90-е они были простые и не такие запутанные. Сейчас преступники хитрее и изощреннее. В последние годы появились новые виды преступлений – банковские аферы, кражи сотовых телефонов и угон автомашин с целью получить вознаграждение. Вознаграждение, но уже за свой труд, получают исследователи. Накануне Елена Нестерова вернулась с областного конкурса профмастерства. Там она заняла четвертое место. Мы между собой соревновались, показывали свой опыт, свои навыки, знания свои Уголовно-процессуального кодекса и других областей, с которыми нам приходится сталкиваться. Я не сую нос в чужие дела. А я люблю совать нос в чужие дела.